здравствуйте братья и сестры звездного времени поговорим о январе январь месяц начала нового года и он является важным не только потому что начинать новый год на на небе происходят такие очень важные интересные ситуации которые связаны в большинстве случаев с достижением цели возможностям которые связаны с карьерой и профессией достижением целей в жизни назовем это так хоть и праздники хоть и там после праздников тяжело надо думать о движении вперед это очень важно не забывайте об этом в общем в новом году в новом месяце с новыми силами вперед к достижению целей весь месяц планета марс которая связана с личной активностью будет находиться в знаке стрельца стрелец это вопросы и дела которые связаны с законами иностранцами за границей авторитетами самыми разными делами которые связаны там с образованиями путешествиями еще чем-то в это все носит такой некий идеальный характер здесь все мы должны делать красиво хорошо качественно в общем чтобы общество смотрел и видел что человек работает просто отлично комар носа не подточит и вот этот вот на заставляет нас делать все идеально постарайтесь этому соответствует постарайтесь сделать так чтобы все ваши действия были бы законные авторитетные конкретные и интересные для людей чтобы вы делали чтобы вы не делали делайте это как будто бы на вынося на суд общество здесь правда есть некие сложности которые связаны с чувствами могут возникать там ситуации что вот там нет в жизни счастья или какие-то заморочки которые связаны с деньгами с оплатой с партнерскими отношениями но это все ну просто необходимо контролировать и знать что вот есть некий негатив с которым надо бороться который надо учитывать не опускать руки но учитывать что могут быть сложности финансовым могут быть сложности в проявлении своей личной активности с партнерскими делами в первую очередь связаны как бы с чувствами ну контролируйте надо контролировать свои чувства не надо кричать на людей если мы будем говорить о положении питера и сатурна важных планет которые связаны с достижением цели они все находятся в козероге поэтому именно поэтому месяц январь является таким важным с точки зрения достижения цели и поэтому юпитеру поэтому сатурна будет идти весь первую всю первую половину января меркурий меркурий это планета информации разговоры общения заключения договоров ведения переговоров в общем вестник богов тот который говорит тот который договаривается ведет торговлю рекламируется обучает рассказывает взаимодействует и он месяца будет идти по этим важно планетам соответственно он будет поднимать наверх дела которые связаны с юпитером юпитер большое счастье и сатурна планеты которые требуют достижения цели концентрации сосредоточения поэтому вы говорите но всегда говорите так и с таким с такой целью с таким упором на дела которые связаны с достижением цели карьера профессия все напрягайтесь сосредотачивайтесь проявляйте себя общайтесь начальниками из первой половины месяца там первый там первая неделя примерно семь дней или сколько-то примерно будут важны для того чтобы общаться с начальством тогда вы с ним говорите меркурий соединяется с юпитером то есть меркурий разговоров соединяется с юпитером это авторитет и большое счастье значит вы можете там поговорить что-то там прибавки зарплаты отделка на делах которые связаны с вашей карьеры о том как лучше что сделать как организовать производство там или еще что-то и в своих собственных делах своим собственном бизнесе тоже легче вот этим все идеи воплощать в жизнь потом уже чуть чуть ближе ко второй неделе месяца ситуация меркурий соединиться с сатурном уже связано с конкретно с достижением цель то есть уже результирующий такой момент все ваши мысли и идеи потом проверяются на достижение цели на результат ну то есть есть вот такое вот последовательное движение постарайтесь его реализовать не не пропускайте в пустую вот это вот все необходимо резонировать с тем что происходит на небо для того чтобы добиваться хорошего результата потом во второй половине месяца меркурий переходится на квадалей который связан с новыми проектами идеями друзьями единомышленниками спонсорами водолея он связан с таким одиннадцатым небесным сектором который раньше назывался добрый ангел то есть возможность взаимодействия с кем-то кто поддерживает твои мысли идеи ну к ним относятся все эти единомышленники спонсоры поддержка соответственно вы должны вот есть дела которые связаны с конкретной карьерой с конкретным бизнесом который был первая половина месяца там меркурий взаимодействовал рассказывал общался а во второй половине месяца вы уже переходите как бы к новым проектам к возможностям движения вперед чего-то нового ну и соответственно вызываете всех спонсоров всех там всю поддержку к себе вызываете огонь на себя хороший хорошем смысле и огонь с точки зрения венеры это планета любви красоты гармонии она связана как заработками так с партнерскими отношениями тоже удачен как бы первый период месяца первая половина месяца потому что венера здесь находится в знаке водолея она всегда связана больше сообщением с друзьями что можно более красиво свои идеи предъявлять другим людям хорошо взаимодействовать рассказывать показывать еще что то есть люди склонны с вами дружить скажем так как начальники так и простые люди это необходимо использовать и помнить о том что вот тот меркурий который мы говорили чуть раньше который связан с знаки козерога с юпитером и сатурном то есть с хорошими возможностями потом с достижением цели он еще поддерживается первую половину половину месяца этой вот венеры этой удачей красотой любовью умением общаться с другими людьми это вот хорошо поддерживает надо использовать первую половину месяца во вторую половину месяца венера переходит знак рыб и здесь мы погружаемся больше в чувства в эмоции и переживания самое главное эти чувства эмоции и переживания не очень обострять потому что венера идет на соединение с нептуном а никто связан как бы с некими космическими влияниями и с космическим уровнем и если наши чувства венера подходит к нептуну с его космическим уровнем то эти чувства но будут очень сильными глубокими эмоциональными мы можем встретить важного партнера по чувствам но если наши чувства будет ну в некотором смысле депрессивными печальными еще какими-то можно себя вогнать в такую депрессию что совсем нам не нужно просто это учитывайте и постарайтесь использовать только позитивную сторону процесса то есть умение углубиться умение почувствовать другого человека его психологию его какие какую-то эмоциональную составляющую и это использовать естественно для бизнеса но мы говорили о том да что марс личная активность будет некоторым способом сложно взаимодействовать с венерой то есть чувствами активность будет сложно взаимодействовать с чувствами поэтому вам необходимо ну тщательно их готовить прорабатывать чтобы не было так что это вспышка которая ну растратила всю энергию только на вспышку постарайтесь сделать так чтобы эти чувства были к месту ко времени и к человеку также необходимо думать о делах которые связаны с заработками новые идеи в этих делах связаны с положением урана в знаке тельца телец тот который кушает тот который живет тот который набирает соответственно набирает энергию набирает деньги набирает имущество набирает идеи и здесь есть хорошие возможности которые связаны с взаимодействием с этим ураном меркурия из уран этой идеи то меркурий это простая мысль обработка этой идеи и во второй половине месяца хорошая ситуация с этим связано то есть могут возникнуть новые взаимодействия с какими-то друзьями знакомые какие-то новые проекты которые теоретически могут быть выгодны с точки зрения финансовый но в первую очередь их необходимо обрабатывать работать с ними с точки зрения информационный то есть там какие-то бумаги документа что за проект как его делать то есть это больше на уровне обсуждения нежели реальной реализации потому что реальная реализация связана уже взаимодействием это урана с венерой в рыбах а там как бы это взаимодействие несколько напряженным поэтому результаты не такие финансовые результаты совсем не такие какие вам хотелось бы чтобы они были поэтому больше обращайте внимание на информационную составляющую то есть на то чтобы договариваться решать о проект хороший давай его обсудим давай с ним поработаем а потом уже про деньги будем думать потом и об инвестициях обо всем остальном только потом среднем ситуация такая постарайтесь не спать весь январь потому что новый год идет вперед и помните о том что в этом двадцатом году будет соединение питера с сатурном декабре месяце поэтому он очень важный значимый старайтесь сделать так чтобы не упустить те моменты не спать не лениться а использовать небесную ситуации для своей личной выгоды удачи в январе и и и и и и и